Хризантемос способна сжечь любой танк мира в условиях нулевой видимости. 18 декабря 2009 года – самые современные и перспективные танки и поражать цель в условиях нулевой видимости. Убийца танков с романтичным именем. Хризантемос поступила на вооружение в 2005 году. Тогда же началась разработка экспортного варианта комплекса. Была разработана машина командира батареи, созданы экспортные варианты аппаратуры боевой машины комплекса и контрольно-проверочных машин, контрактов. В основе современного экспортного варианта комплекса Хризантемос – базовое шасси боевой машины пехоты БПМ-3 с некоторыми доработками. Машина оснащается дизельным мотором в 500 л. хилл, который может развивать скорость до 45 км в час по пересеченной местности и до 70 км в час по шоссе. Без дозаправки машина может проехать 600 км. Еще одним плюсом, расширяющим возможности БМП, является способность вплавь пересекать водные преграды со скоростью до 10 км в час. Боевая машина состоит из трех отделений – отделение управления с расчетом из двух или трех для машины командира взвода, человек, боевого отделения, где находится боекомплект, пусковая установка и система, хранение и подача ракет, и моторного отделения в кормовой части машины с двигателем и трансмиссией. Благодаря использованию базы от БМП-3 Хризантемос обладает высоким уровнем защиты, хорошей проходимостью и в целом сохраняет значительную степень унификации с другой техникой на аналогичной базе. Визуально в движении Хризантемос можно принять за обычную БМП, но когда по команде машина останавливается и поднимается пусковая установка и устройство радиолокации, становится понятно, что первое впечатление ошибочно. Чтобы распуститься в боевое положение, Хризантеме требуется всего 20 секунд. Ракеты в барабане. На выдвижной пусковой установке машины располагаются два контейнера с ракетами. Обе ракеты могут одновременно поражать две разные цели или, при необходимости, одну цель двумя ракетами. В боекомплекте находится 15 готовых к пуску ракет. Скорострельность Хризантемы – до 4 ракет в минуту. Максимальная скорость полета ракеты достигает 650 метров в секунду, то есть превышает скорость звука более чем в два раза. Ракеты хранятся в корпусе машины в устройстве, подобном барабану револьвера. Такая схема хранения и подачи позволяет ускорить перезарядку ПТК. При перезарядке устройство подача автоматически находит ракету нужного типа и заряжает пусковую установку. Ракета состоит из четырех элементов – стартового двигателя, аппаратурной части, маршевого двигателя и боевой части. Ракета выпускается в двух вариантах – стандемно-кумулятивной термобарической, фугасной, боевыми частями. Дальность поражения цели – от 400 метров до 6 километров. Бой вслепую. Хризантема – уникальный ПТК, способный обнаруживать, удерживать и поражать цель в любое время суток и при любой погоде в отсутствии оптической видимости. Это стало возможно благодаря автоматической радиолокационной системе, работающей в диапазоне сверхкоротких волн. Вторая система наведения и управления ракетами – полуавтоматическая оптика лазерная. Обе системы могут использоваться одновременно. То есть одна ракета может наводиться с помощью радиолокации, а вторая – с помощью лазера. Все это позволяет применять хризантему в условиях дымовых завес, в пылевые бури, ночью и в непогоду. По мнению специалистов, одна хризантема может справиться с тремя пятью танками, а три ПТК способны остановить атаку танковой роты из 14 машин. Хризантема сможет поражать не только танки, но и молотоннажный водный транспорт, и низколетящие дозвуковые воздушные цели, например вертолеты. Кроме того, ее разрушительному огню подвластны оборонительные сооружения противника, наземные и подземные. Эффективная командная работа. В процессе эксплуатации «Хризантем» стало понятно, что более эффективно подразделение ПТК может работать совместно с машинами управления. Поэтому в экспортной версии комплекса были добавлены машины командира взвода и машины командира батареи. Они могут осуществлять планирование боевых операций, а также вести разведку. Эти машины также выпускаются на основе базы БМП-3. Машина командира батареи вместо ракетного вооружения оснащается пулеметами и дополнительными комплектами средств обнаружения и связи. Также для экспортного варианта «Хризантемос» был разработан вариант контрольно-проверочных машин на базе автомобиля «Урал-4320» с фургоном. С помощью установленного на них оборудование диагностируется как устройство боевой машины.